МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В муниципалитете разработали стратегию развития на ближайшие годы. Подробности в следующем материале. Перед тем, как провести встречу с активом района, Михаил Игнатьев посетил один из крупных сельхозкооперативов муниципалитета. Каждый день сюда поступает более 30 тонн молока. После тщательной проверки и пастеризации сырье отправляют в регионы Поволжье и даже Москву. Предприниматели говорят, назрела необходимость модернизации цеха и покупки нового тягача. Из бюджета кооператив получил грант в размере 5 миллионов рублей. Вы стратегически прикинули, как будете конкурировать на потребительском рынке? Потому что надо же одно дело собрать, другое дело надо продавать. Ну, пока планы есть, вроде договоренности тоже есть. Ну, рынок уже поделен. Таких прям сильных изменений, я думаю, не должно быть. А в этом сельхозкооперативе молоко не только продают, но и перерабатывают. Здесь производят кефир, сметану и творог. Спрос на местную продукцию растет, ее реализуют и в сетевых магазинах. Понятно, охлаждение, очистка, а цельномолочные продукции вот такие пакеты. Сколько перерабатываете? 12 тонн. От общего количества? Да, да. Каждый пятый грамм просто перерабатываете? Да, да, да. Остальное что делаете? Остальное реализуем в Саратов, Волгоград. Для подобных кооперативов сейчас открываются новые ниши. Глава республики рекомендовал предпринимателям наладить глубокую переработку молока. Перспективное направление – производство сыров. Эту продукцию в Чувашии выпускают единицы. Здесь вот сегодня был обсужден вопрос, что надо объединяться личным подсумным хозяйством в кооперативы. К кооперативам надо объединяться тоже, может, где-то по переработке, чтобы вот мы сегодня одинцы посмотрели, как они перерабатывают. То есть они буквально за год вышли на уровень низовых молочных заводов по объемам продаж. Насколько широко на прилавках представлена продукция местных производителей, глава республики поинтересовался в одном из магазинов. Михаил Игнатьев остался доволен не только ассортиментом, но и ценами. К примеру, сахарный песок здесь оказался один из самых дешевых в республике. 52? Все хорошо. 52 рубля – это 0,9 или килограмм? Сыда за килограмм. Нет, только за килограмм. За это снова благодарна сила. На расширенном совещании с активом муниципалитета глава республики призвал создавать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса. Недавно один из ведущих производителей сыров Комсомольского района был вынужден сменить юридический адрес и оформить регистрацию в другом регионе. Причина, вот стали выяснять, почему так происходит. Первые назвали, что за два с половиной года было проведено 16 проверок налоговой службы. И вторая причина – это, конечно, то, что не смог он получить кредит. Чтобы решить спорные вопросы, глава республики призвал представителей налоговой службы и предпринимателя сесть за стол переговоров. Еще одна задача на ближайшие годы – привлечь инвестиции в сельскую местность. Развивать экономику надо, заниматься реальным сектором экономики надо, ибо от этого мы пополняем доходную часть, а от доходной части уже зависит, какие средства мы будем направлять на повышение качества жизни. Ну а качество жизни в районе улучшается с каждым годом. Это отмечают и местные жители. Люди сейчас строят, конечно, добротные дома. Это очень хорошо. Все собирают. Строят дома хорошие. И нынче завершается строительство школы Кальбу-Серебееве. На рабочей встрече с руководителями муниципалитета глава республики отметил, что у Комсомольского района хороший потенциал. Здесь динамично развивается агро-отерсель. В муниципалитете не осталось ни одного гектара залежных земель. Медрик Валев и Расилий Мухаммедов. Республика. Научно-исследовательский финансовый институт составил рейтинг субъектов России по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год. Чувашская республика занимает третье место среди регионов ПФО и 19-20 место среди 85 субъектов страны. Кроме того, Чувашия вошла в шестерку регионов-лидеров по открытости сведений о деятельности государственных учреждений, среди которых также отмечены Воронежская и Тамбовская области, Республика Коми, Краснодарский край и Оренбургская область. Напомним, в прошлом году портал Минфина «Чувашия» и «Бюджет для граждан» был выделен в качестве примера для регионов России. Взаимодействие столицы и муниципалитетов республики обсуждали во время единого информационного дня в Вурнарском районе. В этот день в деревне Ершипосе открыли фельдшерско-акушерский пункт. Здание старого ФАПа 1936 года постройки сгорело в мае прошлого года, а новый медицинский пункт был необходим. Здесь проживают более 800 человек. За последние годы в республике построено более 100 фельдшерско-акушерских пунктов. В Вурнарском районе уже работают 8. Программу решено продолжить. В ближайшие годы будут построены еще 50. Медицинскую тему продолжили в райцентре. Там расположились передвижные диагностические и консультативные пункты. За один день специалисты из Чебоксар смогли проверить здоровье 200 человек. Это необходимо. Можно каждый квартал, но, наверное, не получено полгода раз. Это обязательно необходимо. Приехать в район и посмотреть. В некоторых районах нет маммографа. В некоторых районах, на бывают случаи, сломался флюорограф. Вот когда приезжает передвижной диагностический комплекс, приезжают, осматривают жителя микрорайона и квалифицированную консультативную помощь оказывают. Они не только консультативную помощь, в последующем берут их на учет и лечат в чебоксарских клиниках. В этом году между муниципалитетами было заключено соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах. Оказание консультативной медпомощи – одно из направлений. А в Урнарский район предлагает жителям Чуваши экологически чистую продукцию. У нас уйдет уборка урожая, снятие овощей. В рамках дары осени ярмарки будут проводиться. Ярмарки выходного дня в городе Чебоксаре наши товаропроизводители будут участвовать по поставке продукции как собственного производства, так и коллективных хозяйств и фермеров. Они должны реализовывать свою продукцию. Излишки имеются в виду. Поэтому это обоюдно, выгодно. Очередной совместный рейд провели сотрудники налоговых органов и службы судебных приставов по взысканию задолженности. На этот раз они посетили две столичные организации, чей общий долг перед государством превышает 8 миллионов рублей. Говоря об эффективности мероприятий по взысканию долгов, необходимо обратиться к цифрам. В текущем году в ходе совместных рейдов в государственную казну возвращено более 60 миллионов рублей. Орес наложен на 55 миллионов. Кроме того, у нас совместно с служебными приставами проводится налоговый месячник, где взыскивается налоговая задолженность совместной службы судебных приставов. Целью сегодняшнего рейда стали организация галерея и кариатида. Первая задолжала государству более 200 тысяч рублей. Вторая – более 8 миллионов рублей. Результатом рейда стал арест имущества. Галерея – это земельный участок и объект недвижимости общей площадью 150 квадратных метров. Кроме того, было выставлено ограничение по кассе, где в присутствии исполнительного директора была произведена проплата на сумму 2,5 тысячи рублей. В Креатиде же мы, выше выйдя по адресу, наложили арест на автомобиль «Газель». Налоговики напоминают – рано или поздно задолженность придется погашать. При этом в случае привлечения судебных приставов должнику придется дополнительно оплатить исполнительский сбор. Радион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Национальная цель радиокомпании «Чуваши» проводит жеребьевку по распределению эфирного времени на платной основе на национальном телевидении «Чуваши». Национальном радио «Чуваши» и «Таван-радио» для проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Госдумы России. Жеребьевка состоится 18 августа в 16.00 по адресу город Чебоксары, проспект Ленина, дом 15, вход со стороны улицы Энгельса, рекламный отдел, кабинет 111, справки по телефону 64 11 11. Временные бараки для работников железной дороги в Вурнарском районе, которые возвели в начале 70-х годов, стали постоянным жильем для 24 семей. Забытую всеми улицу посетили представители Общероссийского народного фронта и наша съемочная группа. У жителей улицы Путевой в Вурнарах, которую они сами называют «непутевой», есть одна верно работающая примета. Если вывезли мусор из баков, значит приедет Общероссийский народный фронт. Дело в том, что даже эти баки жильцам поставили после одного из визитов ОНФ. Мусорные баки, туалет, тротуары. Без них, конечно, плохо, однако это не самые главные местные проблемы. Дело в том, что бараки, которые стоят буквально в 30 метрах от железной дороги, на протяжении многих лет переходили из рук в руки и в итоге оказались бесхозными. Почти все документы на них утеряны, а значит делать ремонт или расселять людей просто некому. Вот раз замок тоже попал. Делаем, делаем, все равно. Провалиться не боитесь? Боимся. А уже отталкиваемся? Да, проваливаемся уже. Да, кто у вас уже провалился? Вот туда. Почти семь. Вон там в дырке. Возводили бараки, как временное жилье. Однако сработала известная поговорка. И возраст бараков перевалил за четыре десятка лет. Уже все сгнило. Все сгниет. Когда поезды проезжают, все трясется. Так. Крыши уже вода течет. Чтобы изменить ситуацию, нужно сначала официально признать дома безхозяинами. В суде эта процедура занимает около года. Затем передать в собственность муниципалитету. После оформления муниципального образования мы будем уже в комиссию выходить и признавать их ветхое аварийное. Для последующего включения в программу ветхого аварийного жилья. Наверное, до конца года успеем. Обращались жители микрорайона СМП уже года два назад. Писали письма, обращения. И мы неоднократно здесь бывали. И ситуация, мне кажется, изменилась в лучшую сторону. И будем надеяться, да. И мы будем контролировать ситуацию до полного решения. Улица Путевая – не единственный проблемный адрес в Урнарах. Дом по улице Ашмарова со счастливым номером 13. Такого не встречали даже много повидавшие эксперты. Это пока временную подпорку поставили, чтобы доски не упали. Потому что сюда приехали гости. И там дети как раз бегали. И чтобы дети не упали, мне потом не винили. Я позвонила жилинспекцию Чебоксарскую. Чебоксарская инспекция заставила ЖКХ нашу. И вот они в течение трех дней поставили подпорку временную. Так и стоит. Это уже теперь жить можно. Ремонт сделан на бумаге, так пишут наши администрации. А представители городской администрации – другое мнение. Вот это всего как бы не было. Это уже сама нанимательница, она штукатурку отбивала, приходила. Ну, это вы можете говорить. Нет, подождите, подождите. Когда мы первый раз здесь были, был только маленький участок. Этот участок, он превратился уже вот такой. Я говорю, в 2014 году он был маленький участок. Это она сама приходила вечерами и штукатурку отбивала. Это муниципальная квартира. Было в 2014 году решение суда. Как бы отремонтировать эту муниципальную квартиру. Был проведен аукцион. Но, к сожалению, как бы вот нанимательница этой квартиры не дала подрядной организации провести этот ремонт. Межведомственная комиссия вынесла решение. Жить можно, но после ремонта, отметил начальник отдела ЖКХ и строительства. Не согласны. С таким выводом хозяйке придется оспаривать это решение. Судя по всему, еще во многих инстанциях. Ольга Пырычкина, Олег Якимов. Республика. Чувашские полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогостоящих мобильных телефонов из магазина в Новочебоксарске. Несмотря на то, что торговое помещение находилось под защитой частной охраны организации, похитителю удалось скрыться до приезда группы задержания. В 7 мая около 4 часов утра в Новочебоксарске злоумышленник, отжав входную дверь, проник в магазин компьютерной, цифровой и бытовой техники, расположенной на улице Винокурово. Мужчине, которого запечатлела камера видеонаблюдения, удалось похитить 29 мобильных телефонов престижных марок на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Торговое помещение находилось под защитой частной охранной организации, но злоумышленнику удалось скрыться до приезда группы задержания. Было установлено, что после совершения преступления он на поезде выдвигается в город Москву, где встречается и в последующем через своих связей реализует данные охищенные телефоны. Лицо, совершившее преступление, это житель Мордовии, города Саранск. Установить личность подозреваемого оперативникам удалось в результате проведенной масштабной работы. Для того, чтобы выйти на его след, сотрудникам управления уголовного розыска МВД Почувашской республики приходилось неоднократно выезжать за пределы региона. Им удалось установить места сбыта похищенных телефонов, а затем и выйти на самого подозреваемого. 37-летний житель республики Мордовия, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, совершенные в других регионах страны, на днях был доставлен в Чувашию. Была получена информация, что похищенные наши телефоны реализуются на советском рынке в торговой точке по продажам соток телефонов. Руководством МВД была организована немедленная следственная оперативная группа по выезду в город Москву для работы. Ущерб причинен на 800 тысяч, реализация была порядка 300-350 тысяч, то есть по заниженной цене. Преступление было тщательно спланировано. Мужчина заранее знал, как можно проникнуть в помещение и где находятся наиболее дорогостоящие товары. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению других подобных преступлений. До окончания следствия он будет находиться под стражей. Теперь Союз профессиональных писателей Чувашии и Национальной библиотеки – официальные партнеры. Договор подписали председатель Союза Геннадий Максимов и директор библиотеки Светлана Старикова. Союз профессиональных писателей и Национальная библиотека давно сотрудничают в сфере продвижения национальной книги. Проводятся совместные межрегиональные конференции, семинары, республиканские фестивали и конкурсы, встречи с писателями, презентации книг, литературные вечера. Теперь эта работа подкреплена официальным документом. В рамках договора планируется реализация проектов, целевых программ, конкурсов и акций, направленных на популяризацию современной литературы писателей республики. Чтобы увидеть мир во всем его великолепии, этим людям недостаточно оглянуться вокруг. Каждый новый день они встречаются опаской. Шум воды, незнакомые люди, новые предметы. Все это может вызвать панику у аутистов. Существует несколько методов лечения этой болезни. Подробнее об одном из них в нашем следующем сюжете. Знакомьтесь, это Цезарь. Самый упрямый, своенравный конь Чувашской школы ипотерапии. Однако именно к нему дети с особенностями развития тянутся больше всего. Ипотерапия считается одним из лучших способов социализации людей, страдающих аутизмом. На сегодняшний момент у нас занимаются детки, у которых стоит задача работы с опорно-двигательным аппаратом и поработать с психоэмоциональным состоянием. Это уже многолетняя, многовековая практика. Все волшебство заключается в тех импульсах, которые исходят от лошадки. Лошадь становится связующим звеном между аутистом и окружающей реальностью. Во время занятий аутист остается внутри своего безопасного и привычного мира. Но в то же время вынужден взаимодействовать с окружением. Первые результаты Елена заметила уже через месяц после занятий. Однако для закрепления результата понадобился еще год совместной с апотерапевтом работы. В прошлом году как раз мой сын пошел в первый класс, и он очень был неусидчив на уроках. Но после того, как мы на лошадке стали кататься, у нас даже, знаете, пошло на улучшение. Более усидчив стал на уроках. Учителя заметили, что Миша стал спокойнее. И самому ребенку очень понравилось кататься на лошади. Начали писать буквы. Буквы стали ровные. Если раньше мы могли одну букву на целую страницу, а четыре написать, то после, я считаю, после ипотерапии у нас буковки стали уже ровненькие. И только такие, какие нужны по размеру. На сеансе ипотерапии приходят и совсем взрослые люди с умственными и физическими отклонениями. Конечно, верховая езда не способна полностью заменить медицинское лечение. Однако она помогает значительно улучшить качество жизни инвалида. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Новоиспеченный хоккейный клуб Чебоксары в форме, причем во всех смыслах слова. Сегодня столичным богатрям вручили амуницию, в которой уже завтра они предстанут перед зрителями на их первых официальных соревнованиях. Старт нового сезона первенства высшей хоккейной лиги не за горами. А это значит, что команда в полной боеготовности. Не доставала формы, но вот и она. Первым свой свитер примерил капитан хоккейного клуба Чебоксары Игорь Кокунько. Знакомые хоккейные публики Чувашии по прошлому сезону. Уже с 18-го числа зрители смогут увидеть его на льду Чебоксары-арена. Команда готовится к первым в истории клуба соревнованиям. Турниру на кубок главы Чувашии Михаила Игнатьева. У нас строят только боевые. У нас задача, чтобы побеждать в каждой игре. По крайней мере, стараться это делать и полностью отдаваться игре. Мы не думаем о других командах. Мы строим свою команду, свою схему игры, свою тактику. И завтра будет проверка хорошая для нас, что мы можем и над чем стоит работать нам. Обладатель главного трофея определится 21 августа. И вечером того же дня на Красной площади состоится официальная презентация хоккейного клуба Чебоксары. Команды, которая будет отстаивать честь нашего региона на первенстве ВХЛ. У нас задача стоит, конечно, серьезная – попасть в четверку. Считаю, что с таким составом, с таким тренерским подбором хоккеистов у нас все получится. И мы выполним эту задачу. Поведет нашу команду Сергей Нуржанов, ранее возглавлявший юниор-спутник. Именно этот клуб и станет первым соперником чебоксарцев на первенстве ВХЛ. Настрой вообще самый боевой. Мы готовы умереть там на поле, но привести две победы. Мы рады, что нас сюда пригласили. И надеюсь завоевать доверие и любовь сердца чебоксарских болельщиков. Будем стараться все сделать для победы. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин